На 21-летнего россиянина, которого сняли с автобуса перед границей с Грузией, завели уголовное дело о приготовлении к переходу на сторону противника. Как говорится, почалось. Савелий Фролов отправлен в СИЗО во Владикавказе, сообщает Первый отдел. Ему вменяется часть 1 статьи 30 и статьи 275 «Переход на сторону противника», который летом этого года включили в состав статьи о государственной измене. Молодому человеку грозит до 10 лет колонии. Страна обвинения убеждена, что Савелий Фролов намеревался вступить в легион «Свобода России» и о существовании формирования известно только со слов политика и экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Это одно из первых дел у госизменей по этой форме. Переход на сторону врага комментирует дело адвокат 1-го отдела Евгений Смирнов. Пока сложно судить о тех доказательствах, которые оперируют следователи ФСБ. На суде по избранию меры по пресечению следователь говорил, что Савелий купил летом камуфляжные штаны и специальную обувь, которые можно использовать в ходе боевых действий, а также, по мнению ФСБ, пытался через Грузию, Турцию, Польшу попасть на фронт. Однако ни билетов, ни визы он не имел. В конце октября этого года Савелия Фролова сняли с автобуса на КПП «Верхний Ларс» при попытке выехать в Грузию. Перед этим пограничники забрали его смартфон, чтобы изучить, на что он подписан. Позднее молодой человек был арестован на 15 суток якобы за то, что матерился в общественном месте мелкое хулиганство. Тогда Фролов якобы добровольно написал отказ от пересечения границы, а его друзья сообщили, что сотрудники ФСБ намерены допросить молодого человека. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.